Музыка Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире торжественная церемония открытия улицы имени Париса Геруни. Сыны Западной Армении Эрик Кевургян. Вопросы армян Западной Армении. Миссия ЕСЭ по сбору фактов посетит Армению 27-29 ноября. Армянская идентичность. Культурный геноцид. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 25 декабря 2023 года состоялась церемония открытия улицы имени Париса Геруни, армянского ученого, радиофизика, армянного веда и выдающейся личности. На торжественном открытии присутствовала делегация Республики Западной Армении в лице премьер-министра Седы Меликян и председателя национального собрания Нелли Арутюнян. Также ученые, общественные политические деятели, соратники, родные и друзья Париса Геруни. Господин Геруни одна из редких личностей, которые не отступают ни перед каким препятствиями и твердо идут по открытой ими же дороге. Это очень сложная, но в то же время очень благодарная работа. Участники торжественной церемонии подробно рассказали о научном вкладе ученого Париса Геруни. Отметим, в жилах Париса Геруни, как и в жилах всех нас, течет кровь страны. В ее случае кровь оченца. Господин Геруни один из тех, кто собирает брошенные в себя камни, которые в дальнейшем становятся камнями педестала. Бог свыше дарует великую веру в собственное дело и способность ее выполнять. Армянский народ в качестве награды получил преданных во всех сферах мощную армию, увыковечивающую армянский ген. Среди них граждане Западной Армении в лице президента Арменака Абрамяна, который, не отступая ни перед какими препятствиями, более 20 лет продолжает дело Погоса Нубара. Только сильное национальное государство в состоянии по достоинству оценить свой научный и политический потенциал и построить мощную государственность, которая будет достойно оставлено нашими предками наследия и их высокого имени. Гевуркян Эрик Арменович родился в Ереване 2 августа 1997 года. Учился в школе номер 97 имени Зограба. Отличался хорошим поведением и успеваемостью. Помимо школы изучал программирование. В дальнейшем работал по специальности с рядом организаций и частных лиц. Занимался гимнастикой, боксом, плаванием. На соревнованиях по плаванию был на почетной площадке, в основном на самой высокой ступени. Победил в чемпионате Армении по плаванию Кубки Мэра Гюмри, спортивной школе Нептун и ряде других чемпионатов, показав хорошие результаты во всех упражнениях по плаванию. Эрик любил литературу, много читал. После окончания школы поступил на факультет физики ЕГУ на бесплатно. Это была его мечта. Эрик мечтал стать бизнесменом. 26 сентября планировал подать документы на отделение заочного образования Академии управления, но за два дня до этого отправился на позиции. Участвовал в программе «Честь имею». Учился в военном университете имени Вазгена Саркисяна. В армию был призван в качестве лейтенанта. Командир артиллерийского расчета Гаубицы Д-30. Участвовал в боевых действиях, был предан солдату и службе. Во время войны исполнял обязанности старшего офицера батальона. Расчеты делал сам. Цель Эрик поражал с абсолютной точностью, что было не очень просто. После получения очередного боевого задания, когда расчеты уже были сделаны, запретил солдатам отправиться с ним к пушке. Благодаря отданному приказу спас жизни остальных солдат. После успешного выполнения боевого задания, вернувшись на позицию, получил травму головы. Скончался 8 октября. Эрик Геворкян представлен к награждению медали за отвагу. Вечная слава павшим бою героям. Вестерн Армения ТВ представляет четвертую заключительную часть рубрики, посвященную событиям Вердзенка после перемирия. Несмотря на многочисленные превентивные меры, отношения между армянами и турками города оставались напряженными. Мурат направляет дополнительные силы к линии фронта, поскольку солдаты покинули позиции и вернулись в Вердзенка. Не менее опасной, чем турецкая угроза, были курдские племена, которые не подчинялись никаким соглашениям, были хорошо вооружены и регулярно нападали на армянские села. В районе Вердзенка их первое нападение происходит на армянских постовых в селе Зад. Полная статья доступна на нашем сайте. Вестерн Армения ТВ Делегации службы внешних связей ЕСС и представители Еврокомиссии посетит 27-29 ноября в Восточную Армению. Об этом сообщает пресс-служба делегации ЕСС в Восточной Армении. Делегации ЕСС в Республике Армения в ходе визита будут обсуждены взаимоотношения ЕСС в Восточной Армении. В различных форматах с целью рассмотрения возможных направлений углубления и укрепления взаимных связей, а также механизмов использования Восточной Армении потенциала соглашения о всеобъемлемующем и расширенном партнерстве с ЕСС. Данный визит осуществляется в целях реализации рекомендаций Европейского совета от 26 по 27 октября с целью обозначить наилучшие варианты укрепления отношений ЕСС Армения. В рамках визита к представителям службы внешних действий ЕСС и ЕКЭ присоединятся представители Европейского банка, реконструкции и развития Европейского инвестиционного банка и Агентства по безопасности внешних границ. Запланированы встречи с высокопоставленными представителями правительства Республики Армении, а также ООН и организацией гражданского общества. В связи с визитом будет объявлено о запуске инвестиционной координационной платформы между Евросоюзом и Арменией. Отражение каждого народа – это ценность, которую он создает. Армяне, несмотря на многочисленные войны, сохранили не только традиции, но и самобытность, культуру, религию и язык. На протяжении веков они смогли передавать то, что называется национальной ценностью. Изобретение письменности имело важную роль в сохранении национальных ценностей. Задолго до 405 года армяне уже имели свой своеобразный алфавит, который и стал одной из важнейших национальных ценностей армян. В Европе только армяне и грузины имеют свою письменность, остальные народы писали либо на латинице, либо на кириллице. Именно благодаря созданию письменности стало возможным сохранение армянского языка и культуры. Армяне увековечили свои культурные ценности и на армянском ковре. Почти во всех провинциях исторической Армении ткали ковры. Знаменитый путешественник XIII века Марко Поло после путешествия в Покар-Айк рассказал, что армяне и греки делали самые изысканные и красивые ковры. В списке национальных ценностей особое место занимает национальная одежда «Тарас», которая выражает мышление нации. Национальная одежда выражала нашу идентичность и была одной из сил, сохраняющую нашу идентичность, имеющую многовековую историю, будучи такой же богатой и разнообразной, как наш многословный язык. Говоря о национальной одежде, среди национальных ценностей следует выделить также национальные песни и танцы. Национальный танец, пожалуй, самый уникальный самобытный культурный элемент нации, являющийся неотъемлемой частью повседневной жизни и праздников. Это важное выражение характерных черт образа жизни и уровня цивилизации народа. Список национальных ценностей можно перечислять бесконечно, поскольку национальными ценностями армян являются история и пройденный путь, верование, тысячелетнее культурное материальное и нематериальное наследие, которых множество. Как ясно видно из спутниковых снимков, опубликованных инициативой мониторик наследия Кавказа, в результате строительных работ повреждены остатки церкви Магритсотс Сурб Аспвата Цин в оккупированном городе Шуши. Согласно спутниковой фотографии, сделанной 3 ноября 2023 года, азербайджанская сторона при помощи тяжелой техники засыпала весь строительный мусор с прилегающих территорий на фундаментные стены и объемы церкви, открытые еще в 2017 году во время раскопок. Начиная с 2021 года, спутниковые снимки задокументировали, что территория была неухоженной и покрыта травой. Церковь Магритсотс Сурб Аспвата Цин была построена в 1838 году на средства Махтеси Ахумянца. В 1960-х годах большая часть объемов церкви была снесена властями Азербайджана и превращена в летний кинотеатр под открытым небом. Отметим, что начиная с 1960-х годов власти Азербайджана начали активно присваивать культурное наследие города Шуши, искусственно изменяя культурный облик города, превращая его в азербайджанский культурный центр. В результате проводимой политики был нанесен значительный ущерб армянскому кварталу города Шуши и его памятникам. В частности, храм Сурб Аминапыркич Казанчицотс в городе Шуши был доведен до аварийного состояния. Церковь Канаджан превратилась в ад для питья минеральных вод. Храм Кусаннац и церковь Агулицц Аминапыркич были полностью разрушены и уничтожены. В те же годы властями Азербайджана было разрушено армянское кладбище города. В случае с церквью Мегритсотс посредством взрыва власти Азербайджана разрушили большую часть стен церкви, а сохранившиеся фундаментные стены были заложены под асфальт. Решение Международного суда Гаги от 7 декабря 2021 года запрещена деятельность по уничтожению армянских церквей. Азербайджан обязан принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения, которые совершались в отношении армянского культурного наследия. Также добавим, что ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является ударом по культурному наследию всего человечества, поскольку каждый народ вносит свой вклад в мировое культурное многообразие. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что WesternArményTV не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok